Всем привет, друзья! Сегодня у нас рецепт трех галет, три разных теста и три разные начинки. При желании начинки легко меняются, можно хоть каждый день экспериментировать. Но прежде чем начнем, большая просьба, поставьте лайк и напишите, пожалуйста, комментарий. Так канал будет развиваться. Начнем с несладкой начинки галета на песочном тесте с помидорами и сыром. Подробную громовку вы всегда найдете в описании. Для теста холодное сливочное масло соединю с мукой. Я делаю это в блендере, так быстрее всего. Масло я беру 82% жирности. В итоге получается вот такая мелкая крошка. Добавляю соль и понемногу вливаю ледяную воду. Начинаю замешивать тесто, но делаю это быстро. Нам нужно всю крошку объединить в шар. У меня получилось в итоге очень рассыпчатое тесто. Хотите нежнее, тогда добавьте больше холодной воды. Больше буквально на ложку. Теперь убираю в холодильник примерно на 30 минут. После того, как тесто охладилось, подпыляю поверхность мукой и раскатываю его до толщины 4-5 мм. Лучше раскатать сразу на пергаменте, на котором будет выпекаться галета. Выкладываю помидоры, оставляя немного свободного места по краям. Сверху припылю крахмалом, потому что помидоры выделяют много сока. Солю, посыпаю специями. Сверху укладываю моцареллу и защипываю тесто. Смажу белком бортики, их же дополнительно присыплю травами. Отправляю в духовку, разогретую до 190 градусов на 25-30 минут, до легкой золотистой корочки. Даю немного остыть и украшаю базиликом. Получилось очень вкусно! Следующая галета творожная со сливами. Творог соединяем с мукой и холодным сливочным маслом. Я взяла смесь пшеничной и миндальной муки, но можно взять только пшеничную. Получается крошка, добавляем желток и быстро собираем все в ком. Тесто получается очень мягким и совсем не липнет к рукам. Отправляем в холодильник на 30 минут. Подготовим сливы. Я их помыла, удалила косточки и каждую порезала на 4 части. Посыпаем сахаром, корицей и крахмалом. Перемешиваем. Достаем тесто и раскатываем до толщины 4 мм. Лучше раскатать сразу на пергаменте, на котором будет выпекаться галета. Выкладываем в серединку начинку, оставляя 3-4 см по краям. Теперь формируем бортики. Бортики смазываем яйцом и посыпаем сахаром. Отправляем в духовку, разогретую до 190 градусов на 25-30 минут до золотистой корочки. Даем остыть и сверху украшаем мятой. Можно посыпать сахарной пудрой. Ну и напоследок галета из ржаной муки с вишней. Муку смешиваем с солью и разрыхлителем. При желании можно галету сделать только из ржаной муки. Кефир смешиваем с растительным маслом. Теперь соединяем муку и кефир. Замешиваем нелипкое тесто. Оставляем при комнатной температуре на 30 минут. Вишню без косточек смешиваем с сахаром и крахмалом. У меня вишня замороженная, она дает много сока. Лучше, конечно, использовать свежую. Подпыляем стол мукой. Лучше раскатывать тесто прямо на пергаменте до толщины примерно 4 мм. Раскладываем вишню, оставляем место по краям, затем формируем бортики. И отправляем в духовку, разогретую до 190 градусов на 25-30 минут до легкой золотистой корочки. Даем пирогу слегка остыть и подаем с шариком мороженого. Напишите в комментариях, какой рецепт понравился вам больше. Рецепты, напоминаю, будут под видео в описании. Не забывайте сохранять видео и подписываться на канал. Впереди еще много вкусного. На этом у меня сегодня все. Ваша Саша. Пока-пока!